Прогрессивная. Добрый день, дамы и господа. У нас очередная встреча из цикла Царско-сельской беседы. У нас сегодня замечательный режиссер в гостях Петр Солдатенков. Петр, приветствую. Добрый день. Добрый день. Ну, я хочу сказать, что творчество Петра я знаю и люблю давно. Много-много-много-много лет. Его фильмы, да и сейчас на разных фестивалях, на каких-то показах, раньше они были, я не побоюсь этого слова, культовыми, потому что я вспоминаю какие-то твои фильмы, где были герои, герои того времени. Там был и Юрий Шевчук, и был Башлачев, и был Высоцкий. И, собственно, они с нами и остаются. Вот благодаря тому, что фильмы эти остались, сохранились. Я даже иногда пересматриваю какие-то работы, что, на мой взгляд, чрезвычайно важно, потому что, как говорил Набуков, когда ты читаешь третий-четвертый раз книгу, ты, значит, по-настоящему с ней соприкасаешься. То же самое могу, наверное, Петя сказать и о кино, потому что настоящую какую-то работу ты не всегда воспринимаешь с первого раза. Вот как твое, кстати, отношение к кинематографу, у тебя бывают такие случаи, когда ты смотришь второй-третий раз какой-то фильм? Ну да, безусловно. Но, в общем, я не сказал бы так, что это часто происходит сознательно. Чаще всего это бессознательно откликаешься на тот, по сути дела, не очень богатый репертуар, который предлагает наше телевидение. Да, потому что список фильмов, он оказывается конечен. Ну, а DVD, вот, ты, так сказать, есть какие-то любимые вообще режиссеры, те, может быть, кто оказал когда-то на тебя влияние, и кто до сих пор с тобой, кого ты, так сказать, любишь иногда посмотреть? Я не имею в виду чисто документальных режиссеров, да, но, может быть, и художественных, безусловно. Ну, да, ну, это Андрей Тарковский. Такой подзабытый немножко, кстати, хочу тебе сказать. Вот сейчас как-то, ты знаешь, общаясь там в студенческой среде, где-то так вот иногда я заскакиваю, вот это, и на Тарковского уже никто не произносит. А ты вспомнил, как для нас это было? А я даже замешкал, что думаю, это так вот наверху. Нет, нет, это уже не плавает, это вот уже, так сказать, в глубинах, понимаешь, российского менталитета, я бы так сказал. Дело в том, что мне Андрей Арсеньевич, он, как бы это сказать, ну, я не поклоняюсь ему, я к нему отношусь достаточно критически и смотрю без вот такого вот незатаенным дыхания, и просто смотрю, потому что мне нравится... Что-то интересно, да? Пересматриваясь. Мне нравится мастер, и мне нравится наблюдать эту работу, этот вот процесс мастерства. Это очень важно. Но я должен сказать, что я учился в Абгике во второй половине 70-х годов, вот, и тогда как раз и для нас в том числе обнаружилась вот эта картина, Андрея Рублёв, которую, по крайней мере, у нас в Абгике стали показывать. Она ещё не вышла на экраны, но в Абгике уже была у вас, да? Да, да. И тогда же у нас появились лекции Андрея Арсеньевича, которые он читал на высших режиссёрских курсах. Ты слышал эти лекции? Нет, я не слышал, я их читал уже потом в напечатанном виде. Сначала читал на листках бумаги, вот, на машинке напечатанные, а потом, когда Костя Лопушанский, тогда бывший в числе слушателей этих лекций, он их собрал, обобщил, и в начале 80-х годов Ленфильм выпустил такую маленькую книжонку, значит, лекции Андрея Арсеньевича Тарковского. По-моему, так как это называлось, ну, Ленфильмовская типография. Я даже не знал, что в 80-м году Тарковского могли лишь выпустить хотя бы даже ограниченным тиражем. Это очень интересная история. Да, так вот, я хочу сказать, что там я вычитывал любопытные вещи. Я ведь документалист, и всю жизнь занимаюсь документалистикой. Был оператором на телевидении, до этого занимался фотографией, репортажной в основном, еще со школы, и потом пришел учиться на режиссуру документального кино. И у меня вообще к игровому кино, ну, можно сказать, так, особое отношение. Осторожное отношение. Я не очень верю актерам и режиссерам. Ты почти на Станиславске говорил, не верю. Да, только я не говорю это громко. Но так, внутри себя я очень часто говорю это так, не верю. И поэтому, а вот хорошей документалистике я верю. Я думаю, не зря я верю, потому что... Ведь кинематограф — это такая тайна, которая до сих пор является тайной. И вот эта тайна, она заключается в том, что существует некая правда, которую вот в беседе иногда можно не уловить. Или там на митинге не увидеть. А вот будучи снятым на пленку, вдруг этот эпизод открывает свою тайну. И открывает нам человека, его внутренний мир, о чем он даже во время съемки и не подозревает. И, в общем, я думаю, что не очень многим актерам удается преодолеть вот это препятствие. Даже во время съемок у хороших режиссеров. Немножечко с твоим вот этим довольно интересным и таким, может быть, даже неожиданным для зрителей наших осуждением коррелируется высказание Сокурова. Он говорит, что вообще кинематограф — это еще, может быть, и не искусство. Вот он, так сказать, ставит такой некий вопрос, что оно еще как бы своего первого глаза и не пропищало. То есть еще будет ли оно искусством, не будет, еще неизвестно. И здесь, конечно, то, что ты говоришь, вот я не верю, значит, актерам художественного кино, да, я так понимаю, то есть это где-то соприкасается вот это суждение Сокурова. Но я тебе хочу сказать, что на самом деле, конечно, с одной стороны, вот 20-й век — это век кино. И, ты знаешь, очень интересная вот здесь буквально недавно была дискуссия. Мы, может быть, тоже об этом поговорим. Мне интересна твоя точка зрения. И Наталья Иванова, главный редактор журнала «Знамя», и критик, и культуролог, она сказала, что то, что и я это считаю, что 20-й век — это век кинематографа. 21-й век — уже то, что было сделано в 20-м веке, в 21-м почти ничего интересного не происходит. Не знаю, там уровня Параджанова, Феллини, Тарковского, лучших фильмов Сокурова и так далее. Там можно целый список, каждый, наверное, представит что-то свое. И вот наступил 21-й век. С одной стороны, есть у нас документалистика, есть фестиваль, там, скажем, «Послание к человеку», на мой взгляд, чрезвычайно интересный в Петербурге. Есть твои фильмы, которые мы, кстати, можем, ну, естественно, увидеть очень небольшие фрагменты из этих фильмов. Потому что целый фильм, цельный фильм мы здесь показать пока не можем, но какие-то фрагменты можем видеть. Давай, Петь, может быть, чтобы, так сказать, нам что-то увидеть из твоих работ. И дальше мы уже будем, как повод, да, поговорим дальше. Давай посмотрим что-то из твоих фрагментов. Вот у нас сейчас готово, я так вижу, нам дал режиссер знак, что все в порядке. Давайте посмотрим клип, ну, клип это фрагмент из фильма Петра Солдатенко, а потом мы поговорим об этом фильме. Петра Солдатенко, а потом мы поговорим об этом фильме. Петра Солдатенко, а потом мы поговорим об этом фильме. И нет против, конец пути, я один, все тонет в пресействе, жизнь прожить, не в поле перейти. Дайте всем посмотреть. Так, освободите, товарищи, освободите, все хотят посмотреть. Потихонечку двигаемся там, впереди проходите. Товарищи, проходите впереди там, не стойте. Все хотят посмотреть, проходите. Проходим, проходим. Проходим, проходим, товарищи, проходим все. Фильм «Я не люблю» появился 10 лет назад, в год 50-летия Владимира Высоцкого. Это не биография поэта, не рассказ о его творчестве. Это, если так можно выразиться, фильм-протест, возникший в то время, когда общественность после долгого молчания объяснялась в любви к умершему. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Такой же вопрос я мог бы задать вам, и ответ мой будет таким же, как вы бы себе ответили на этот вопрос. Вот мы сейчас посмотрели фрагмент из фильма «Память Владимира Высоцкого». Первая часть, первая серия. Петя, я был в свое время очень удивлен, и мне это кажется факт чрезвычайно интересным. Ты имел счастье общаться с Владимиром Семеновичем Высоцким. Я, кстати, тоже с ним однажды общался, но потом, может быть, я расскажу об этом. И когда ты его начал снимать, и когда, так сказать, как-то, ну, общаться это было, может быть, немножечко на расстоянии, ходить в театр на Таганке. И меня поразило, что однажды ты у него спросил, Владимир Семенович, а вот если бы вы были режиссером-документалистом, о чем бы вы снимали, о ком? И Высоцкий ответил – о свободных людях. Вот это, мне кажется, тема чрезвычайно интересная. Действительно, это было так, и хорошо, что ты заговорил об этом, но я не знаю, на его взгляд, что это были бы за люди, это трудно, конечно, сказать. Но дело в том, что для меня это стало, ну, своеобразным девизом, может быть, не всегда сознательным, чаще подсознательным, но это влияет вот на выбор и темы, и героев. А расскажи, пожалуйста, вот там все-таки о своей первой встрече с Высоцким, твои впечатления, вот как такое, такие импрессионистические, вот как ты пришел, театр на Таганке, я знаю, так сказать, и однажды. Ну, эта история, она имеет предысторию свою. Я учился, я закончил первый курс в ГИКО, и мне досталась такая вот тема, мне предложили снять фильм о студенческих строительных отрядах в Сибири, в Красноярском крае. И мы с оператором туда отправились и замечательно попутешествовали все лето по Красноярскому краю, а это вот от Саянских гор и до Норильска. И вот однажды мы в Норильске сидели в гостинице, в номере несколько дней, сидели в ожидании вертолета на место съемки. Вертолета все не было, и мы там изнывали от скуки, от ожидания. Мы пили сухое вино, которое туда завезли с большой земли на самолетах, закусывали ананасом. С другой земли на самолетах? Да, тоже завезенным на самолете. И разговаривали на всяческие темы. И там вот впервые, не впервые, а там вот прозвучало имя Высоцкого. Я уже не помню, кто первый сказал о нем. Но мой оператор Сережа Зубиков, он вдруг ухватился за эту тему и стал рассказывать, как его товарищ, студент в ГИКО, оператор, пытается уже в течение года попытаться увидеться с Высоцким. В надежде его снять. В надежде его снять, да. И вот он много об этом говорил, 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 говорил. И о невозможности вообще-то найти там адреса, телефоны, просто увидеться, каким-то образом подстеречь его. И вдруг я, слушая все это, вдруг с кристальной такой ясностью, вдруг понял, что это та тема, которая меня как документалиста, если я честный человек, если я там думаю о том, что меня, кто меня интересует в то время, более всего. Какой человек. Ну, то есть не строительный отряд, а Высоцкий все-таки. И, в общем, да. Хотя в строительных отрядах тоже много было интересного для меня. Но Высоцкий – это тот человек, который меня действительно интересовал в это время. И в прошлое время, и там, может быть, с какого-то подросткового времени, когда мы переписывали не на магнитофон его песни, а переписывали в тетрадки, из других тетрадок. Мы даже не слышали его голос, мы просто знали его тексты. Причем они были перевраны, но, тем не менее, мы их пели. Я тебе скажу просто так, вскользь. Значит, я когда-то помню, у меня не было магнитофона, так сказать, но был у моего приятеля, у него был Высоцкий на бобинах. Это был восьмой класс тоже в школе. И я помню, я покупал там за две копейки, за пять копеек, он мне на промокашке переписывал текст Высоцкого. Ты можешь себе представить? Я в сумме на промокашке, и я за две копейки, за пять копеек, значит, он его покупал и читал там в восьмом классе. Представляешь, вот такая была какая-то стена. То есть, я сейчас хочу немножечко, что этим сказать, что для современного человека, вот, нового поколения, конечно, трудно представить, что для нас был Высоцкий тогда. Это даже не Алла Пугачева теперешняя, не кто-то еще. У нас есть звонок в студию на линии, будьте любезны. Мы вас слушаем, добрый день. Добрый день! Очень приятно. Да-да, слушаем вас. Добрый день! Да? Вот скажите, пожалуйста, я считаю, что значение искусства это трогать душу, трогать народ. Искусство Тарковского оно не трогает, и тем не менее считается великим. В чем великость? Я понимаю, что это... Понятно. Понятен ваш вопрос. Спасибо. Петя, вот вопрос задан такой, что великое искусство Тарковского, по мнению нашего зрителя, но оно не трогает душу. Вот согласен ли ты с этим утверждением? Давайте чуть-чуть в сторону, вернемся к Тарковскому. Чью-то душу не затронуло, знаешь, мою затронуло, а твою? Вы понимаете, я на вкус и цвет товарища нет. Я ничем не могу помочь вашей душе, ей-богу, потому что это настолько индивидуально все. Но я согласен, да, конечно, оно может быть излишне рассудочное. Я же, как сказал уже раньше, не восторгаясь его искусством, не глотая его как воду в жаркий день, а я восхищаюсь тем мастерством, с которым это сделано. И я вообще завел разговор о Тарковском только лишь потому, что хотел бы сослаться на одну мысль из его лекций, которые он прочитал на высших режиссерских курсах. И там есть такая мысль, он однажды попросил студентов вместе с ним подумать, какой бы мог быть, условно говоря, фильм века, что ли, да? Вот какой-то единственный, какой-то некий суперфильм, каким бы он мог быть. Идеальный фильм. Да, идеальный фильм. И высказал свою мысль на этот счет, что это жизнь человека, но только снятая от момента рождения и до момента смерти. Вот вся-вся-вся-вся-вся жизнь. Полтора часа. И потом из этой жизни, из этих миллионов километров кинопленки было бы выбрано ровно полтора часа. И это был бы самый замечательный фильм всех времен и народов. Гениальная история. И это такая мысль документалиста. Замечательная мысль, кстати, Петя. Замечательная история. Поэтому мне Андрей Алексеевич близок. Еще вот просто по... Вот этим замыслам. Да, да, да. По его каким-то интересным мыслям. Петя, ну вот звонок еще один на линии. Давай мы потом о Высоцком. Слушаем вас. Говорите. Добрый день. Аля. Да, слышу вас. Почему наши фильмы сейчас про остальцев и сухарных, суховым мусором, которые тяжело воспринимают речь? Или это можно ли делать чистые фильмы? А здесь мы сказали слово Митали Шершима. Ну, я так понимаю, что вот пафос нашего гостя, нашего зрителя, о том, что много мусора, можно ли делать чистые фильмы, вот что действительно... Да, да. Ну, это имеется в виду, так сказать, широко, не только в документальном, но и в художественном кино. Поймите правильно. Но мне сейчас здесь рассуждать об этих вещах было бы весьма странно. Ну, тем не менее, вот вопрос задан, Петя. Давай попробуем ответить. Много мусора нет, может быть, той чистоты, нет того цельности той нет. Много мусора прежде всего в нашей жизни. Вот где это замечательно. И это, естественно, ведь, как действительно, ведь искусство – это отражение жизни. И согласитесь, что если не совсем, может быть, это я готов согласиться с формулой, что вот спрос определяет предложение, иногда и наоборот бывает. Когда предложение навязывается, навязывается, навязывается и становится... Вот когда Эрзац подменяет хлеб, Эрзац становится хлебом. И так точно происходит и с нами, когда нам в огромных объемах навязывается. А те люди, которые только что родились, они не знают. Они знают только то, что им предлагает, скажем, телевидение или экран. Экран или реклама. Это естественно. И от этого происходит и попадает уровень восприятия и у художников в том числе. И у критиков в том числе. И у многих от самого низа и до самого верха, до самых наших замечательных руководителей культуры и искусства. До наших Гималаях, я бы сказал. Да. Поэтому борьба тут только в одного, может быть, характера. Это личная, индивидуальная борьба с той пошлостью, в которой ты просто не хочешь участвовать. Не убавить, не прибавить. Давай, значит, как мы поступим? Давай, может быть, чуть-чуть снова мы ушли от Высоцкого. Ты как раз сказал о том, что первая твоя встреча с Высоцким, первое знакомство. Да. Я просто пришел в театр. Пришел в театр, когда... На Таганке. Это какой год был? Это была осень 1977 года. Я пришел в театр после перерыва, после отпуска на первый Гамлет, который был в репертуаре. Я пришел на этот самый служебный вход, театр на Таганке, и сказал, что вот я хочу подождать Владимира Семеновича Высоцкого. И мне старушка там, которая сидела при входе, показала место в уголке на диванчике и сказала, ждите. Ну, учтите, что он может даже и там проскочить и не остановиться. И я сидел и ждал, и в конце концов, вот, вошел Высоцкий с каким-то человеком, они разговаривали, он стоял спиной ко мне, но я узнал его по голосу. И подошел, представился, сказал, что я студент в ГИКа, и что я хочу снимать о нем фильм. Не больше, не меньше. Да. И с трепетом ожидал чего угодно, но я совершенно неожиданно услышал, он так посмотрел на меня остро, и сказал, ну, снимай. Угу. Но только при одном условии, не бери меня за горло. Угу. Вот. И, а после этого сразу спросил, не ожидая благодарности, значит, сразу спросил, видел ли я Гамлет, и если не видел, то, значит, чтобы я там записывать. Смотри, конечно, да, бежал в кассу. Бежал в кассу, еще спросил вслед, деньги есть, я сказал, что есть, и потом приходи ко мне за кулисы. И таким образом я посмотрел Гамлет, и был просто, ну, поражен, это не то слово даже, был просто потрясен. Потрясен Высоцким, его Гамлетом, и не хочу сейчас спорить ни с кем с теми людьми, которые могут там называть другого лучшего Гамлета 20 века. Для меня все равно это Высоцкий. Это, безусловно, для меня, потому что это было слишком, это было очень мощно, очень мощно. И с тех пор там, перечитывая Гамлета, я не вижу, я видел Мэла Гибсона в кино, видел Смоктуновского. Ну, это Высоцкий, это... Высоцкий был великолепный театральный актер, о чем мы, к сожалению, почти не знаем. Почти не знаем, потому что ни один спектакль, видимо, не снят как должно, да, там три камеры и так далее, четыре камеры. Да, и мало того, и, конечно, ни одна съемка спектакля, она не передает того духа спектакля, который существует в театре. Вот это вот нити, которые между залом и сценой, когда я помню «Преступление и наказание» в том же театре, когда Высоцкий Свидригайлова играл, он выходил на сцену в таком длинном халате с гитарой, садился на авансцене, садился на стул и так что-то там наигрывал, и потом говорить начинал свой монолог. Он говорил его шепотом, и была, ну, не мертвая тишина, была живая тишина, были слышны крылышки этих мух. Ну, может быть, и ангелов, скажем так. Может быть, да, и галерка там где-то слышала каждое слово этого шепота. Он был удивительный артист, актер, он был очень хороший профессионал. Конечно же, как все профессионалы, он отлынивал, и у нерадивых режиссеров все это очень видно. Мне, знаешь, понравилась очень история, когда там что-то он тебе, может быть, чуть-чуть резко ответил, и ты какое-то время не приходил, и потом ты снова появился в театре «Натаганке», а Высоцкий тебе говорит там что-то, о, человек не заходил, давно-то тебя не было. То есть он все-таки тебя приметил и ждал, что ты... Да, нет, ну, после этой встречи, после этой встречи мы действительно, ну, для меня это было множество встреч, потому что практически на каждый спектакль его я приходил. Кроме этого, мы как-то там встречались еще по другим поводам. Бывал я и на концертах, и вот несколько, некоторые концерты удалось снять подпольно, абсолютно подпольно, потому что никто не разрешал этого. У тебя это сохранилось, да, эти концерты? Сохранились, да, так сказать? Да, и естественно, и вот там эти немногие кадры, немногие минуты, они стали основой потом для фильма. Когда я уже через восемь лет после его смерти смог приступить к работе на Светловской киностудии. Вот. А так было множество планов, которые были нереализованы по разным причинам, в том числе и потому что... Давай, Петенька, посмотрим сейчас фрагмент, опять же, из твоего фильма, и дальше снова поговорим. Да, но я думаю, что сейчас будет фрагмент фильма, где, может быть, вот этот фрагмент, он покажет некую связь, некую, как-то, так сказать, идею в развитии, то, о чем мы говорили. Давай посмотрим. О свободных людях. Посмотрим и потом поговорим об этом. Да. Будьте любят. А этот милый человек был раньше добрым псом, я от восторга прыгаю, я обхожу искусы, удобную религию, придумали индусы. Друзья, я не очень хорошо говорю по-русски, но несколько вопросов можно, да? Да, пожалуйста. Кто пишет ваши песни? Я сам пишу песни. Я вообще, это же не песни, это такие куплеты под гитару, в общем. Это, и я пишу тексты, и сам сочиняю музыку на них, и сам пою, и стараюсь петь их только сам. Я, потому что это мое, и я, значит, как хочу, так и пою. Ну, бился-то он, Семенович бился, но битва была по большому счету. Ну, вот Гамлет, да, быть или не быть, он решал этот вопрос. Быть или не быть, вот в чем вопрос. Все очень точно известно. Достойно ли делать это или это. Он умеет вообще раскладывать все по полкам Гамлет. И самое центральное и основное место, когда, и вот так уже просто понимает, он не может уже даже спокойно об этом говорить. И вот весь, почему я сказал в самом начале, весь этот мой выход на полную выплески. И я даже иногда, мне кажется, что я не скажу текст, что не хватит сил. Быть или не быть, вот в чем вопрос. Так же, как и мы стараемся решить, конечно. Наш поколение, идущее следом. Ты думаешь, многие сейчас этот вопрос решают? Да, конечно. Быть или не быть? Конечно. Конечно. Конечно, многие. Многие просто молча решают его. Не все об этом поют, слагают стихи, снимают фильмы. И поэтому на виду я знаю очень много людей, замечательных, которые решают эту проблему. Петя, ну вот наша тема, которую мы и так затронули, о свободных людях. Вот в этом твоем фильме появился Юрий Шевчук. Это очень интересный такой ход, я не знаю, прием. И он смотрит Высоцкого, он смотрит Гамлета. И я так понимаю, что намек достаточно прозрачный, что вот, может быть, следующий, кто вот так свободен, кто так неангажирован, кто, может быть, выражает свое время. А Высоцкий, безусловно, выразил абсолютно свое время. Это Юрий Шевчук. Вот буквально несколько дней назад о свободе, мы, так меня посчастливилось, мы с Юрой, так сказать, сидели, даже заспорили, достаточно громко. Он такой человек темпераментный, если он, так сказать, заводится, то заводится по полной, что называется. Мы с ним говорили о свободе как раз, потому что он говорил о том, что вот, ну, какие-то вещи, как всегда, любого интеллигентного человека, любого, так сказать, современника не устраивают в том ином устройстве общества, где он живет. И он говорил, что вот такие, такие, такие есть недостатки, и что это не свобода. А что я ему делал, чтобы возражал, но, во всяком случае, говорил о том, что внутренняя свобода, которая есть у человека, ее не может не отменить никакое государство, никакой строй. И протопоп Авакум сидел в яме, был внутренне свободен, и князь Курбский, который писал Грозному письма, свободные абсолютно, и дальше, 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 сонным имен, и Высоцкий, и Шевчук. Если человек внутренне свободен, то он свободен, понимаешь? Вот как ты полагаешь? Ну, я так и полагаю. Вообще, вопрос свободы, это вопрос-то очень сложный. И свободу можно подразумевать под разными, так сказать, субстанциями, что ли, ее видеть. Я думаю, что ведь свобода, это, в большей части, это не приобретение, а отказ. И вот быть свободным, чтобы уметь отказаться, мне кажется, что это высшая свобода. Это высшая свобода, да, это интересная мысль, потому что умеется отказаться от каких-то благ материальных или духовных. Да, в том числе. В том числе, в том числе, ограниченность какая-то. Да, еще есть такое понятие, есть такая формула свобода, это ответственность. Это же не анархия, да, когда человек делает, я свободен, я делаю, что хочу. А свобода, ответственность, то есть твой выбор достаточно ответственный, ты взвешиваешь. Да, конечно, конечно, свобода это всегда проблема выбора, это именно, да, и выбора, не продиктованного необходимостью. Свобода не есть осознанная необходимость, она продиктована не необходимостью, а какими-то другими вещами. Ну вот, смотри, действительно, вот мы тут немножко в куварах поговорили, ты сказал, что вот тот, кто как бы, ну не знаю, продолжает линию Высоцкого по-своему, трансформируя на новом витке времени, и также может быть свободен в своем творчестве, и также, так сказать, мощен, это Юрий Шевчук. Вот то, что мы с тобой обменялись такими впечатлениями. Я тебе хочу сказать, я вспоминаю, когда нам с тобой посчастливилось, мы сидели на кухне Шевчука и слушали его новый альбом, и вот это было замечательно, да, который, кстати говоря, прекрасная любовь, именно, кстати, где-то от Высоцкого, так сказать, к нему обращен, там есть одна песня абсолютно, поклон, как говорится, Владимира Семеновича у Юры, вот, и весь альбом, в общем, пронизан, вот эта прекрасная любовь, такая как бы традиция Высоцкого. Я вспоминаю замечательный такой момент, секунда, когда из динамиков льется вот этот новый альбом, его еще, в общем, никто не слушал, и мы, так сказать, Юре было важно, как, может быть, мы воспримем его. Был, кстати, Алексей Лушников там, я помню, ты и я, вот, по-моему, три человека. И Юра Шевчук еще и подпевал сам себе при этом, да, так сказать, он, так как было, как бы, суперстереофоническое звучание. И действительно, традиции Высоцкого, на мой взгляд, он удерживает и преобразует. Да, но хорошо, что ты вспомнил вот о прекрасной любви. Дело в том, что прекрасная любовь, эту песню Юра однажды сделал такой жест, подарил мне для фильма о Несторе Махну. Тоже свободная, так сказать, личность, да? Да, тоже попытка, попытка, потому что, ну, свободы нет, как уже мы знаем, и Пушкин сказал об этом совершенно определенно. Но Пушкин сказал немножко так, он сказал, на свете счастья нет, но есть покой и воля. Как бы свободу он вывел за скоб. Ну, счастье, да, как, может быть, как свобода, да. Так вот, дело в том, что это люди пытаются быть свободными. И у всех это получается по-разному. И вот Нестор Махно, так я странно совершенно вышел на эту фигуру. Вышел, продравшись через какие-то тернии, таких накопившихся легенд, мифов, злобных, чаще всего, таких неприятных, некрасивых, неправдивых, идеологических таких. И, в общем-то, вышел и увидел такое существо, которое мечтало о свободе. Мечтало о свободном, там, крестьянском труде, землепашество такое. То есть, даже в какой-то такой вот... Поэтизация, так сказать, земледелия, да, у него, так сказать. В идеалистической такой какой-то картине, персонаж. Вот. И он, конечно, называл себя анархистом. Хотя я несколько лет занимаюсь, можно сказать, изучением его жизни и действий. Мне не кажется, что он какой-то такой вот анархист, идейный, выражающий идею анархизма. Но то, что этот человек выражал идею свободы, так как он боролся за эту свободу, так как он себе ее представлял. И разбился об эту свободу, то вот это вот стало интересно. И я сделал о нем фильм, а вот Юра Шевчук спел для этого фильма, специально записали мы, и он спел песню «Прекрасная любовь». Которую одновременно он же посвящает и Булата Акуджаеве, между прочим. Да. Насколько я понимаю. Да. И вот в следующем сборнике, который появился, я, к сожалению, увидел, что песня, которая как бы мне была подарена, она оказалась посвящена Булату Акуджаеве. Это замечательно. Подарена тебе, а посвящена Булату Акуджаеве. Ну, что же делать? Пришлось смириться. И особенно противоречий здесь никаких не вижу. Если у нас есть возможность посмотреть отрывок из фильма Петра Солдатенко «Ванестер и Махно», давайте посмотрим. Если пока этот фрагмент не готов, то мы можем... Да, вот. С этой пленкой, она попала в архив недавно из Венгрии, связана целая история. Ленин, хоть чем-то желая поддержать известного венгерского интернационалиста и палача Белу Куна в его борьбе весной 19-го года, послал ему на родину кинохронику гражданской войны. Посылка не помогла, революция в Венгрии была подавлена, а Кун вернулся в Россию, где и отвел душу. Коробки же, с важнейшим из искусств, осели в полиции и пролежали до наших дней. Венгры, найдя, собирались было сжечь этот ленинский завет, но согласились на обмен. Город на юге Украины, только что освобожденный, революционной, повстанческой армией батьки Махно. А это и есть махновцы. Весна 19-го года. В это время большевики необычайно расположены к Махно. Еще бы! Пусть и под черным знаменем, но это была тогда единственная реальная сила, сражавшаяся против белых. Это исторический факт. Но кроме того, мечтая о свободной крестьянской республике с центром в Гуляй-Поле, Махно образовал советы без коммунистов и контролировал от посягательств продотрядов и органов ЧК огромную территорию Екатеринославской и Таврической губернии. По площади, превосходящую такие страны, как Дания или Бельгия, или Нидерланды, например, тылом, базой и опорой Махно были миллионы крестьян, давших в его армию своих сыновей. И армия та доходила числом бойцов до ста тысяч. Большевикам по неволе приходилось с этим мириться. А вот и Нестор Иванович Махно. Живой. Вернее, реальный. Улыбается нам с ленинской кинопленки. Здесь ему около тридцати. И уже всеукраинская слава, и уже всероссийский страх. Просто. Чуть ли не застенчив. Не солиден. Какая-то загадка. Петя, ну вот к вопросу о свободных личностях. Вот как считаешь, Владимир Высоцкий, гипотетически, живя в то время, мог примкнуть к армии Нестора Махно? Мог, так сказать, быть его правой рукой. Как ты считаешь? Дело в том, что существует вот такой факт, что Владимир Высоцкий интересовался личностью Махно. И даже ездил в гуляй-поле. Вот так даже? Да. Было предпринято такое путешествие. То есть были какие-то разговоры. И был какой-то интерес. Но дальше интереса это не пошло. Но интерес вот к человеку, Нестору Махно, у человека Владимира Высоцкого был. Я не знаю, примкнул бы он или нет. Дело в том, что вот он не любил охоту. Высоцкий. Ну не любил охоту. Просто хотя у него друзья были. Хотя вызвали, наверное, не раз, да? Там охота на волков и все это прочее. Я думаю, что у Владимира Семеновича было, ну, вот, просто неприсуще его душе было участвовать, скажем, в убийстве. Я думаю, что я не уверен, что он бы там стал сражаться за кого. Не тот он был человек. Он мог об этом петь. Он мог это себе как-то представить. Он мог почувствовать и выявить героизм людей, идущих на смерть. И отстаивающих какую-то свободу. Но вот так вот, чтобы поставить его рядом с Нестором Махной, дать в руки шашку, я бы поостерегся. Интересно, интересно. Такая неожиданная грань, потому что, кстати, Высоцкий все время, ну, много военных песен, да? Да. Там «Як истребитель», так сказать, и все-все-все вот эти его песни, если вспомнить, то получается, что человек, который шел, жертвовал собой, там, не знаю, разбивался, там, заслонял амбразуру пулемета и так далее, и так далее. А вот ты сказал такую интересную мысль, я никогда не пикал в голову, что он никогда бы, может быть, не стал бы вот ратником, который кого-то убивает. Я не говорю, что моя мысль, она истина в последней инстанции, я не знаю. Да, 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 но это очень любопытно, очень любопытно. Но мне кажется, что вообще творчество Высоцкого, оно, вот, его сила в том, что оно обладает некой жертвенностью, что ли. Вот, каким-то таким, оно не то добро с кулаками, которое, помнишь, полемика вокруг Добраску. Вот, его добро не с кулаками. Скажи, пожалуйста, а вот насколько все-таки Высоцкий сейчас, я понимаю, что, да, проходит день его смерти или день его рождения, и какие-то, когда особенно юбилеи, много-много каналов показывает. Но я все-таки стал замечать, и, наверное, неизбежно это, что все-таки молодые люди, ну, не являются для них, наверное, тем, что ли, маяком, да, откуда идут какие-то энергии и смысловые, так сказать, и эстетические, и так далее, и так далее. Вот, как бы, немножечко он начинает тонуть, уходит вот с этой советской эпохой. Или это не так? Нет, я думаю, это не с советской эпохой ушло. Это ушло с приходом другой эпохи. Другой эпохи, да. Потому что сейчас просто, опять-таки, это разговор о смене ценностей. И я, допустим, знаю там семьи и людей, да, которые вот передали эту любовь к Высоцкому своим детям. И эти дети, они адекватно относятся и к Высоцкому. И сейчас. Они понимают, что на нынешнем ярком, пестром, многообразном фоне все равно ничего выше нет. По пластике языка, по образности, по многим вещам, которые есть признак искусства. Витя, ну давай вот, чтобы у нас уже немножечко так подходит к концу наша программа, к сожалению. Я знаю, что у тебя есть еще одна, ну так, мы... А, пока нет, да? Ну, по крайней мере, мы сейчас поговорим об этом. У тебя есть еще одна фигура. Я знаю, что ты достаточно много сейчас связан, ну, это так, может быть, не совсем точно, но, во всяком случае, с какими-то религиозными моментами в твоей жизни. То есть, ты человек православный, и ты человек, стремящийся жить по вере, да? Ну, опять же, стремящийся жить по вере. Я знаю, что ты... Стремящийся. Ты сейчас делаешь фильм об Александре Невской лавре, задумал его. Я знаю, что Юрий Шевчук тоже хочет... Ты пригласил его, и он согласился быть, так сказать, ведущим этого фильма. И до этого у тебя был фильм замечательный, вот тоже о свободных людях, если мы эту тему продолжаем. Фильм, который назывался... Или называется «Мой отец Сергий». Расскажи, пожалуйста, что это за человек. Дело в том, что это не... Дело в том, что мой отец Сергий, Сергей Колчеев, которого я знаю там с 76-го года... Ну, кто это, просто мы зрители не знают. Он мой товарищ, он сын моего в ГИКовского педагога, режиссера Юрия Колчеева, который сейчас вот тоже его нет уже с нами. И... Он принял сам, да, в свое время? Принял сам в свое время? Да. Сергей Колчеев... Вот с середины 70-х годов, когда я стал студентом в ГИКов, мы были знакомы. Я был вхож в этот московский дом замечательный. И, слава богу, и сейчас остаюсь вхож в него. Но, значит, и на моих глазах Сергей Колчеев покинул МГУ, журналистский факультет. Он был предназначен стать международным журналистом и ушел. Это очень такая престижная, как бы, да, манкая такая стезя. Ушел. С тезя. Ушел, причем сказал своим родителям, что не хочу лгать. Вот взял и ушел. Ушел в армию. Так. Пришел из армии и поселился отдельно от родителей. Работал дворником и писал картины. Писал, писал картины до тех пор, пока не нашел в себе силы поступить во ВГИК. Закончил ВГИК художником-постановщиком. Защитил великолепный диплом, связанный с жизнью Александра Невского. Прочили большую судьбу. Приглашали на Мосфильм и так далее. А он взял и уехал в Вологодскую область. И стал там сначала помогать священнику. А потом его рукоположили. И он был священником в городе Никольске, Вологодской области. До 47 лет, 12 или 13 лет, и умер. Умер. И вот, по сути дела, это связано просто было с тем, что это мой товарищ. И был мой долг. Сделать фильм о нем. С его отцом мы сделали этот фильм, который называется «Мой отец Сергий». Потому что Сергей стал для своего отца отцом. Он венчал своих родителей. Интересная, потрясающая история. И вот это батюшка, который батюшкой над своими родителями. Вот такая вот история. И поэтому она больше связана с теми жизненными обстоятельствами, которые вывели меня на этот фильм. Хотя о Сергее я собирался снимать. Собирался, но вот так и прособирался. И пришлось уже все это делать, собирать материал после смерти. И слава богу, что он нам оставил огромное наследство. Он был замечательным фотографом. Он снимал на видеокамеру. Ну и художником, так сказать. Он был художником, оставил массу изумительных картин. Скажу, какие-то выставки проходят? Да. Да, да, да. И открывается в Никольске музей его имени, посвященный ему. И там будет постоянная экспозиция. Петинка, я сейчас, извините, переру немножечко. Дело в том, что у нас заканчивается время нашей программы. Но я так понимаю, что, к сожалению, отрывок из этого фильма мы сейчас на него не посмотрим. Потому что, ну, по техническим причинам... Понятно. Я просто хочу сказать, что это, наверное, продолжение темы «Свободы». Мы когда-нибудь, я надеюсь, мы с тобой еще увидимся в нашем формате. Потому что мы буквально у тебя фильмов... Сколько у тебя снято сейчас полномерных документальных фильмов? Ну, я не помню. Ну, 10, 15. Ну, 20, может быть, там, 25. Мы только вот 2-3, так сказать, затронули. И действительно стоят всегда за этим интересные личности. Я знаю, что то, о чем мы с тобой не поговорили, а хотели, наверное, это фильм об Артуре Макарове «Друге Высоцкого». «Друге Высоцкого». Человек, который... Вот ты мне сказал этот факт, и меня он поразил, что после смерти Высоцкого он платил долги. Причем его более колоссальные, там, да, тысячи-тысячи, там, 80-й год. И один этот факт уже говорит, ну, об очень многом, да. Одно дело, когда после смерти Пушкина там император взял на себя, так сказать, долги Пушкина, и он мог, у него были. А другое дело, просто человек, который вот, в общем, жил так же, как и остальные, но взял за себя, так сказать, взял на себя долг чести, заплатить за Российского. Ну, это тоже очень интересная личность, и это совершенно отдельная история, которая требует, конечно, отдельного... Ну, давай, может быть, мы с тобой еще, я надеюсь, к этому вернемся, и посмотрим остальные с тобой фильмы. Сейчас просто мы уже, так сказать, вот завершаем через две минуты наш эфир. Скажи, пожалуйста, вот так кратко по возможности, есть в наше время много ли людей, свободных внутренних, ты встречаешь, общаясь в разных сферах, так сказать, нашей жизни? Ну, вот, Николай, я боюсь как-то тоже прослыть ретроградом, но мне кажется, что, наверное, все-таки вера дает свободу. И наибольшее число ныне мне встречается свободных людей, это люди, которые верят в Бога. И это им дает огромное преимущество в плане свободы, внутренней свободы, свободы, независище ни от каких обстоятельств. Ну, вот последний, сейчас мы уже, если кратинка, если ты это знаешь, а Высоцкий верил, так сказать, он был верующий человек, как Твое ощущение и знание Твое об этом человеке? Мне бы хотелось верить, мне бы хотелось верить, что это так, но факты говорят обратное. Хотя в его творчестве просто множество вещей, которые, ну, свидетельствуют о его внутренней вере. Он говорил так, ну, все-таки что-то есть, что-то, вот его друзья рассказали, все-таки что-то есть. Но там советская действительность не давала, к сожалению. Спасибо, друзья мои. Сегодня у нас был в гостях замечательный режиссер Петр Солдатенков. Я призываю всех смотреть его фильмы. Мы сегодня говорили о свободе, о вере. И, Петя, надеюсь, что ты станешь снова когда-нибудь гостем на нашем старско-сельском беседе. Спасибо тебе. Спасибо вам. Всего доброго.